Сегодня на моем обзорном мостике гравийный велосипед Scott Speedster Gravel 10 24 года. Как его представляет сама компания Scott, это незаменимый помощник, когда речь идет о менее проходимых дорогах. Удобная геометрия рамы для поездок на целый день, место для больших покрышек и внутренняя проводка тросов это отличное подспорье для тех, кому нужно ездить не только по асфальтовой дороге. Давайте посмотрим его поближе. И если вам нужно что-то конкретное, то тайм-коды в описании к этому видео и разделы помогут вам перейти куда нужно немного быстрее. Давайте начнем с рамы. Scott подчеркивает следующее ее свойство. Speedster Gravel Disk, это громкое название, говорит лишь о том, что на данном гравийнике установлены дисковые тормоза. Алюминиевый сплав 6061. Как и в большинстве производимых ныне рам, здесь используется выше названный сплав. С наличием магния и кремния в составе, это является хорошим выбором, когда требуется сварка или пайка изделия. Сплав обладает структурной прочностью и хорошо поддается механической обработке. В названии указано Double Butted. При этой технологии толщина стенок трубок рамы выше в тех местах, где и нагрузка на трубку выше. То есть на ее концах, возле сварных швов. В центральных же частях трубок стенки тоньше, что направлено на снижение веса рамы. Gravel Geometry от Scott. Что именно привнес в гравийную геометрию Scott, я не знаю. Но в целом по велосипедной геометрии известно, что чем длиннее колесная база, тем стабильнее управляемость велосипеда на скорости. Колесная база гравийных велосипедов длиннее, чем у шоссейников, но короче, чем у горных велосипедов. Эта середина дает им хорошее сочетание устойчивости на неровных дорогах и более-менее хорошей управляемости на крутых поворотах. В общем, после шоссейника он вам покажется более устойчивым, а после МТБ менее. Сменный держатель заднего переключателя. Сейчас этим в принципе не удивишь никого. Задний переключатель крепится на отдельную деталь, которую в просто речи именуют петухом. Ну и вот, он тут сменный. Ничего особенного. Кстати, раз мы уже об этом говорим, то SRAM разработала, запатентовала и в 2019 году представила UDH. Universal Derailer Hanger. Это попытка стандартизировать эту самую деталь. А то ведь как получается? Столько производителей, каждый делает разные петухи и даже разные для своих же моделей. А потом велосипедисту нужно искать бегать именно такой, который подходит к его раме. А если у вас UDH совместимая рама, то вы просто покупаете UDH совместимый петух и все. Очень просто. Здесь не UDH. Я просто упомянул об этом, потому что к слову пришлось. Имейте ввиду. Внутренняя проводка тросов. Да, проводка внутренняя. Но у этого вела и тросов всего-то два. К тормозам. Да и те, не тросы технические, а гидролинии. И они так хорошо спрятаны, что со стороны их не видно вообще. Один выходит прямо возле переднего тормоза. А сзади, хоть он и выходит из рамы не прямо возле тормоза. Но зато как же незаметно он проведен. Вы только посмотрите, лаконичность и минимализм. Лично мне очень нравится. Есть у Saincras набор крыльев. Так вот, он сюда встанет как родной. Есть и другие крылья, что сюда подойдут. Но поскольку Saincras принадлежит Скотту, они и раму, и набор крыльев сделали подходящими друг к другу прямо вот из коробки. Ну и теперь включают это в список особенностей рамы. Вилка. Карбоновая. В этом длиннющем названии вилки HMF обозначает высокомодульное углеродное волокно. Грубо говоря, продвинутый карбон. Изделия из высокомодульного волокна еще прочнее и еще легче по сравнению с, так сказать, обычным карбоном. HMF часто используется в высокопроизводительных велосипедах. Кому интересны детали про типы карбона, вы себе отдельно поищите. Про это волокно скажу, что оно очень хорошее и призвано уверенно абсорбировать небольшие неровности дороги, предоставляя хорошую прочность вилки. Flat mount диск в названии означает дисковый калипер с плоским креплением. И мы плавно переходим к тормозам. Тормоза стоят из линейки SRAM Rival, роторы SRAM PaceLine диаметром 160 мм и спереди и сзади. А теперь пару слов об уже упомянутых выше креплениях тормозных калиперов. Во многих местах в спецификации велосипеда можно встретить слово flat mount. Обозначает оно, что крепление дисковых калиперов плоское, в то время как другие заметно выступают вверх. Вот для сравнения наши горные велики с креплением post. Крепление post это стандарт у горных велосипедов. Они отлично работают, их легко устанавливать, легко настраивать. Тогда зачем же нужно было выдумывать flat mount, который сейчас повсеместно ставится на шоссейных и гравийных велосипедах? На первых гравийных велосипедах были тоже крепления post. Но потом велоиндустрия очень быстро озаботилась идеей создания чего-нибудь новенького в этой области. Крепление дисковых тормозов. Зачем? Ну, все новое ведь, оно ж ведь лучше. Где моя сарказм табличка? А еще новый стандарт будет означать то, что детали не взаимозаменяемые. А значит, новые тормоза можно будет впаривать шоссейникам и гравийникам дороже, чем горнякам. А почему нет? Ну и эти крепления как бы более эстетично выглядят. Хорошо, здесь я склонен согласиться. Хотя, если по правде сказать, вот крепления на горном велосипеде post, которые выступают, меня вообще никак не трогают. Я, честно говоря, даже до этого видео, до обзора на них вообще никогда не смотрел. С момента покупки моего горного велосипеда годы назад. Первым зачесалось у Шимана. И они прям захотели решить несуществующую проблему. И сделали флэтмаунт. Функционально все у калипера осталось тем же, кроме того, как он прикручивается. Ладно, кроме того, что выглядит и правда более эстетично, следует признать, что для карбоновых вилок действительно есть некое преимущество. Не нужно делать карбоновые выступы для крепления тормозов. Последовательно, производство вилки стало чуточку легче. Такие дела. Давайте посмотрим на трансмиссию. Задний переключатель SRAM RIVAL. И вообще у него вот такое длинное название. Переключатель электрический. Группа RIVAL и TAP обеспечивает полностью беспроводное переключение передач. Включая переключение под нагрузкой. Это дает нам не перегруженный тросами внешний вид, упрощает настройку и обслуживание. AXS говорит о том, что данный переключатель, да, как и весь группсет здесь, собственно, является частью одноименной экосистемы компании SRAM. Кстати, можно настраивать переключение передач по своему вкусу через приложение, которое тоже так и называется SRAM AXS. Туда входит и логика переключения, переключение на несколько звезд сразу, настройка компонентов, ну и тому подобное. Удобно. Кассета SRAM XPLR на 12 звезд от 10 до 44 зубчиков. Далее о трансмиссии. Система ведущих звезд или кранксет SRAM RIVAL ONE WIDE. Стоит звезда на 42 зуба. При желании можно прикрутить и другую. Подойдет сюда звезда от 38 до 46 зубцов. Каретка SRAM DAB PF ROAD WIDE 86,5. Здесь на шатуне указано, что он Power Ready. Можно купить измеритель мощности от SRAM и удобно его сюда установить. Цепь SRAM RIVAL представленная сначала в группсетах SRAM RED и SRAM FORCE. Теперь цепь RIVAL получила модернизацию своей формы и вот этот вот flat top дизайн. Обновленная форма пластин делает цепь уже и легче. Увеличение расстояния между внешними пластинами и звездочками дает более плавный ход цепи и более точное переключение передач. Положительным побочным эффектом этих изменений является увеличение срока службы цепи. Ну и еще этому способствуют никелированные внешние и внутренние пластины, а также обработка штифтов хромом. В целом линейка RIVAL E-TEP AXS позиционируется как вариант среднего класса. Это доступная точка входа в мир беспроводного электронного переключения передач. В то же время она включает в себя многие технологии, которые используются и в группсетах более высокого уровня SRAM RED и SRAM FORCE. Руль. Алюминиевый Sinecross Creston 2.0. Диаметр трубки 31,8 мм. Располагается на выносе Sinecross RR 2.5 с четырьмя болтами. Держит на себе пистолеты, которые два в одном, переключатель и тормоз. Седло Sinecross Toffino Regular 2.5. Подседельный штырь Sinecross RR 2.5 длиной 35 см. Колеса. На втулках Formula Team CL спереди и Formula Team XDR CL. Сзади крутятся обода Sinecross RR X25 диаметром 28 дюймов и несут на себе покрышки Schwalbe G1 By Performance 700 на 45ц. Спицы черные 2 мм. Примерный вес 10,5 кг. Максимально допустимый общий вес 120 кг. И это включает в себя абсолютно все, что передвигается на этом велосипеде. Велосипедист, сумки, оборудование может какое-то и включая еще сам велосипед. Как заявляет производитель на своем веб-сайте, комплектация может меняться. Поэтому нет гарантии, что он будет выпускаться именно в таком виде всегда. Может быть замена комплектующих стандартных, а может и не быть. Сегодня вы познакомились с велосипедом Scott Speedster Gravel 10 2024 года. На этом все. Пока!